МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однако уже появилась информация о том, что следующим соперником Дениса станет его непобежденный соотечественник Мурат Гасиев. Шуменов утверждает, что команда Лебедева проигнорировала приказ WBA в обязательном порядке после объединительного боя Денису в течение 120 дней встретиться с регулярным чемпионом в лице Бейбута. А вот как прокомментировал ситуацию Вадим Корнилов, менеджер Дениса Лебедева. Я хочу сказать, что у нас не было выбора между Шуменовым и Гасиевым. Мы сразу заявили, что при любой ситуации мы готовы драться хоть с Гасиевым, хоть с Шуменовым. То есть Денис, в принципе, открыт драться с любыми. Цель сейчас поставлена прийти к абсолютному чемпиону. То есть Андрей Михайлович Рябинский заявлял об этом. Вроде бы даже есть такая цель, что вроде бы Денис должен завоевывать оставшиеся пояса по возможности. Почему Гасиев? Потому что IBF еще до боя с Рамиросом обязали победителя Рамирос Лебедев драться с... На тот момент, я не помню, кто там был первый номер. Ну вот отборочный бой был между Гасиевым и там с кем он дрался. По Шуменову ситуация там намного более, так скажем, растянутая. Потому что Шуменов, как мы знаем, у него там была травма. Потом он сказал, что вроде бы она там была не такая долгая всего на неделю. Вроде как я уже был готов, я вернулся. Но в то же время, вы же знаете, что у организации есть опыт и полномочия для того, чтобы разобраться, когда с кем нужно драться. Поэтому ВБА, они не обязывали драться с Шуменовым прямо сразу после проведенного боя с Рамиросом. Поэтому IBF настояли. Так сразу же объявили, там буквально через месяц срок переговоров. Мир бокса ввел переговоры, договорились с Гасиевым. Вот Андрей Михайлович Кребинский заявил буквально пару дней назад о том, что бой Лебедева с Гасиевым планируется на октябрь-ноябрь. И в принципе сразу же после этого мы готовы драться с Шуменовым. Мы же не можем драться одновременно с двумя. Поэтому, как говорится, как по правилам, так все и делается. Соблюдаем все правила и все нужды, которые ставит перед нами организация. Ильиса Юбинка-младшего и Карла Фроча. Но на данный момент их внимание сосредоточено на поединке 10 сентября в Лондоне против не имеющего поражения чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF Келла Брука. «Если Карл хочет боя с Головкиным, скажите ему, что мы готовы к переговорам», сказал Том в ответ на неоднократное высказывание британца о том, что Геннадию необходимо подниматься в весе. Когда вопрос о потенциальном бою с Фрочем задали Геннадию, он ответил «Нет, что вы, он же завершил карьеру, он просто клоун». Суперзвезда мирового бокса мексиканец Сауль Альварес хочет побиться с лучшим средневеса планеты Геннадием Головкиным. Но сделает это позже. «Канело отрицает то, что он избегает поединка против казахстанца, утверждая, что его желание провести бой оказалось мало для организации этого поединка. Да, мы вели переговоры с командой Головкина сразу после моего боя против Хана. Дело в том, что все зависит не только от желания бойцов сразиться друг с другом. Мы не смогли согласовать условия, которые были бы комфортными для каждого из нас. «Я хочу выйти в ринг с Головкиным, потому что уверен в своих силах. Я никого не избегаю. Я обладаю всем для того, чтобы одолеть любого боксера. Я уважаю Головкина, но если мы встретимся в ринге, то он будет лишь очередным моим соперником, которого я одолею», — заявил Канело. В минувшие выходные в Лос-Анджелесе штат США перспективный и не имеющий поражения украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский продолжил свою победную серию. Соперником 29-летнего украинца по восьмираундовому поединку стал 32-летний мексиканец Оскар Риохас. Вячеслав с самого начала встречи завладел инициативой и от раунда к раунду увеличивал свое превосходство. Уже в третьей трехминутке Шабранскому удалось отправить мексиканца в тяжелый нокдаун. Оскар поднялся, но выглядел заметно потрясенным. И после очередного точного удара справа от Вячеслава рефери остановил схватку, зафиксировав победу украинца нокаутом. «Я не думал о нокауте по ходу боя. Я просто боксировал. Но когда подвернулся шанс закончить бой досрочно, я им воспользовался», — сказал сразу же после поединка Вячеслав. В Адлере, Россия, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал восьмираундовый бой в рамках первого полусреднего веса между россиянином Вадимом Кашиным и представителем Узбекистана, отделженом Мирзарахимовым. Противостояние выдалось конкурентными, прошло всю запланированную дистанцию. Итогом стала победа Вадима Кашина единогласным решением судей. Отметим, что до этого соперники уже встречались в ринге дважды, и оба раза результатами их встреч была ничья.